Все даты выхода игры указаны на момент релиза видео. Для начала стоит сказать, что нам завезли боевых магов. В режиме 4 на 4 мы будем сражаться в кровавых битвах. Ураган, апокалипсис, потоп и многие другие заклинания доступны для уничтожения ваших собратьев. Ну или на крайний случай вы можете выкинуть кого-то на рабочий стол. Дата выхода намечена на 28 апреля 2015 года. Наконец-то они возвращаются на ПК. Нас ожидают жестокие бои титанов рестлинга. Играйте за любимого бойца, применяйте спецприемы, прыгайте с канатов, используйте окружение для добивания. Возвращение старичков на пантеон боли, Рокс, Тифостин, Гробовщик, Кейн и многие другие знаменитости. А также вы сможете создать своего собственного персонажа и продвинуть его на вершину Олимпа. Дата выхода намечена на 28 апреля 2015 года. Старый город. Старые враги. Новые проблемы. Гангстер возвращается, чтобы отомстить. Но, как и всегда, не все так просто. После различных экспериментов, в которых все пошло не так, как нужно, на вас нападают убийцы, зомби и различные крысо-мутанты. А что самое приятное, все это может проходить и в кооперативе с друзьями. А очистите город от грязи. Дата выхода намечена на 28 апреля 2015 года. Открытый космос. Одинокий корабль. Вы единственный выживший. Опасные эксперименты ученых редко доводят до добра. Генетический вирус очень сильно изменил ваших друзей и коллег. С ними лучше не вступать в контакт. Используйте оружие, прячьтесь в тени и пытайтесь выжить. У нас остается всего два вопроса. Что пошло не так и сможем ли мы выбраться живыми? Дата выхода намечена на 30 апреля 2015 года. Выйдет и самостоятельное дополнение к Вольфенштейн, возвращающее нас в замок Вольфенштейн из классической кассы Вольфенштейн. А это означает, что мы увидим знакомые места, нам выдадут новое оружие, модификации и приемы. Замок лишь первая часть нашего путешествия. Дальше больше. Новые враги, опасности и куча фашистов для истребления. Все как всегда. Дата выхода намечена на 5 мая 2015 года. Создавая эту игру, разработчики приняли к сведению все пожелания игроков. Итогом является конечный продукт, который обещает быть как минимум интересным. Все проходит по стандартной схеме. Вы выбираете машину, местность на карте мира, гонку и приходите к финишу первым. Доступны гонки абсолютно всех типов. От уличных до Формулы 1. Дата выхода намечена на 6 мая 2015 года. Перед майскими праздниками нам подарят немного пиксельного безумия. Мы не герои, мы обычный убийца, который должен помочь кандидату в мэры очистить город от всякого сброда, бандитов и, конечно, его конкурентов. Все просто и легко. Дата выхода намечена на 7 мая 2015 года. В новой пошаговой шпионской стратегии мы должны воровать различные предметы, документы, приспособления, файлы. Вы из хорошо защищенных охраняемых объектов взламываете системы безопасности, ликвидируете противников и стараетесь выполнить поставленную задачу. Дата выхода намечена на 12 мая 2015 года. Охота продолжается. В этом мире еще очень много тварей, мешающих жить простым людям, и лишь ведьмаки стоят на страже их спокойствия. Истреблять нечисть пачками — это наше призвание, помогать людям и решать их проблемы, и не попадать под влияние темных сил. Мы — машина для убийства, вдвое сильнее, вдвое быстрее и владеем любым оружием совершенствия. Дата выхода намечена на 19 мая 2015 года. Кому-нибудь нужно немного мяса на развес? Ну да, человечина. Ну а что такого? Просто после проведения наших гонок остается очень много мяса. В некотором случае даже разделенного для расфасовки, ну или приготовления, или вы хотите поучаствовать и выиграть главный приз. Что значит какой? Конечно же, это ваша жизнь, ибо наши гонки проходят до вашей смерти. Дата выхода намечена на 21 мая 2015 года. А вот и сюжетное продолжение волшебной, саркастической, убийственной, напитанной хаосом и безумием игры. Магика. Честь. Вторая. Новые заклинания. Новые монстры. И еще больше юмора и пародий на ныне модные фильмы и игры. Все это вкупе представляет из себя отличнейший кооперативно-развлекательный игровой процесс. Дата выхода намечена на 26 мая 2015 года. Американский футбол, он же регби, всегда был довольно жестокой игрой. Боль, кровь и страдания в каждом матче. Но вот выходит уже вторая часть Бладбоу. В ней все эти параметры возведены в абсолют. Чтобы выиграть, вам нужно уничтожить команду противника и, естественно, донести мяч до конца поля. Главное, чтобы судья не засудил. Дата выхода намечена на 28 мая 2015 года. На этой веселой ноте я вынужден с вами попрощаться. Надеюсь, вы проведете отлично свой месяц. Собственно, 1 мая вам в помощь. Пойдемте вместе дружно убирать улицы, школы и прочие рабочие места. Ждите следующий выпуск ближе к апрелю. А с вами был, как всегда, Дезертир. До новых встреч. Пока-пока. Если вам понравился данный ролик, не забудьте прокомментировать и рассказать о нем друзьям. Этим вы очень поможете развитию канала. Благодарю за понимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова